Привет, друзья! Пришли новые небольшие, маленькие такие посылочки. Давайте их все откроем. Вернее, они все уже открыты, поскольку, я напоминаю, мне надо было отчитываться перед продавцом, что они пришли, все в порядке, я всем довольна и никаких претензий не имею. А сейчас уже буду для вас сгибать, и я их пока уберу, наверное, из кадра, поскольку они здесь у меня не умещаются. Но начнем мы вот с этой. Она такая плотненькая. И это у нас пришли ручки. Ручки непростые, ручки золотые. На самом деле не золотые. Так, сейчас, момент. Значит, я их уже, в принципе, посмотрела, пока еще не, ну, не писала имя, но, в принципе, вот они вот так упакованы внутри. Вот они. Мне, ну, внешне, мне пока что очень нравится. Вот такие они все. Они все разных размеров. Я просила именно, что у продавца, чтобы они были все разные. Номера я вам сейчас скажу. Так, 0, 0, 5, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 8 миллиметров. И кисточка. Вот, к сожалению, почему-то 0, 7 миллиметров нету. Ну, не знаю, может быть, она просто не входит сюда. Вот, и давайте же с ним их попробуем. У меня есть вот такой вот блокнот, на котором я всегда все пробую. Все покупные какие-то вещи. И давайте, наверное, я буду говорить номер и как она, собственно, пишет. Это у нас 0, 1. Очень тоненькая, очень хорошо пишет. Так, давайте, наверное, сейчас чуть поближе сделаю. Вот, сделала чуток поближе. Давайте начнем сначала. Так, где у нас? Вот он. 0, 1. Очень тоненькая, очень хорошо пишет. Так, дальше. 0, 0, 5. По идее, должна быть вообще тонюсенькая. Ну, кстати-то, она еще тоненьше, это видно. Она, не знаю даже... Ну, это не полмиллиметра, и 0, 1 это не миллиметр. Очень тоненькая, но если под наклоном писать, она не очень хорошо пишет. Если прямо, более-менее, то очень хорошо. Так, 0, 8. Вот такая толстенькая. Вот, тоже очень хорошо, мне нравится. То есть, наверное, она самая толстая. Я покажу вам, как выглядит кончик. Он вот такой вот. Сейчас попробую настроить резкость. Может быть, вот он, поймался. Вот такой металлический кончик, из которого торчит что-то типа, не знаю, что это, наконечник какой-то твердый, которым уже, собственно, он пишет, и создается линия. Я не знаю, как бы это... Что-то, что выпускает краску, тут не разобрать. Так, дальше... Так, кисточку оставим на потом. 0, 6. Вот, тоже он чуть потоньше. 0, 5. Тоже хорошо пишет. Так, 0, 2. Тоже очень хороший. 0, 4. Тоже отлично пишет. 0, 3. Вообще, изумительно такой прям мягко идет. Ну и, наконец, кисточка. Выглядит она вот так вот. Вот. И давайте же мы ее... Попробуем. Ой, я вообще первый раз такими рисую, но она очень хорошо рисует, и можно прям очень тоненько, самым кончиком. А можно нажимать прям очень сильно. Очень классный эффект. Для меня это что-то новое. Вот. Но мне очень нравится. И пишет хорошо, и можно большую поверхность сразу захватывать, красить. Вот. В общем, вот такие вот... ручки, которые пришли ко мне. Вот так упаковка выглядит. Пришли они тоже 14 декабря. Тоже. Тоже, как и некоторые еще посылки. Вот. Так. Ссылку я обязательно оставлю на продавца. Мне очень понравились ручки. И обязательно еще тоже присмотрела такого же плана ручки. Но они блестящие. Ну, как блестящие. Там вот золотая, серебряная. Они прям с такими... напылением, что ли. Вот. Такая коробочка. Очень довольна. Так. Следующая была вот такая посылка. Она тоненькая. И... Пришла она 16 декабря. И в ней наклейки, стикеры, кто как называет. Так. Я заказывала звездочки. А в подарок мне еще положили вот такие смайлики. Это очень приятно и прикольно. Обязательно буду еще там заказывать. Подарки мы все любим. Поэтому это большой плюс. Так. Давайте, наверное, вот это развернем. И посмотрим. Я заказывала чисто звездочки. И они должны быть... Да. Одна у них идет блестящая. И... Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять, по-моему. Девять обычных. Давайте еще раз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Да. Девять обычных листиков со звездочками. Один листик с золотыми звездочками. И также еще смайлики в подарок. Это я заказывала для своего нового еженедельника. В принципе, этими звездочками обклеится вообще как нечего делать. И хватит надолго. Вот. Мне очень понравились. И если у этого продавца будут еще какие-то другие варианты, обязательно закажу. Ссылку оставлю. И напишу, за сколько я брала и сколько они сейчас стоят. Так. А мы переходим к следующей. Следующая посылочка. Вот такая вот. Я решила как бы все в одно видео запихать, потому что сейчас нет времени снимать. Особо. Вот. Пришла она 19-го числа. И здесь у нас большой молд. Так. Мы с вами его сейчас распакуем. Так. Я уже вижу какой-то косяк. Думаю, что вы тоже его видите. Ну, это косяк не молда, а косяк какого-то другого молда. Видите, здесь кусок какой-то торчит. То есть, видно, когда обрезали на промышленной машине или на чем-то все это делается, вероятно, они делают эти молды вручную. Вот. Так он выглядит. Он большой. симметричный. Ну, он довольно мягкий и тонкий. Если видели мои другие видео по молдам, то есть, он отличается. Вот здесь есть, кстати, значок. О другом не было. Сейчас попробую вам показать. Не знаю даже, в какую сторону повернуть, чтобы было видно. Вот. В тени. Нужно, чтобы было в тени. Вот. Видите? Такой значок. Что это пищевой молд. Вилочка и бокал. Вот. Ну, у меня он не для пищевого использования. Я хочу для полимерной глины попробовать. Если с глиной не выйдет, поскольку здесь очень тоненькие элементы, очень хрупкие могут быть, то попробую кое-что новенькое и потом с вами поделюсь в творческом влоге. Вот. А так, молд очень мягкий. То есть, я уже говорила, что тот продавец, у него очень мягкие молды. Он, вот, скручивается, то есть, он довольно тоненький. Глубина здесь небольшая. Около полутора миллиметров. Вот. Детали очень мелкие. Особенно вот эти завитушки очень хрупкие. Из полимерной глины вряд ли получится. Но у меня кое-какая задумка есть другая. Вот. Он светло-розовый. Он прозрачный. Ну, в общем, так ничего сказать не могу. Но никаких таких вот повреждений, где рисунок бы прерывался или как-то не до конца был сделан, нет. То есть, нареканий таких нет. В работе посмотрю и уже, как бы, скажу по факту, понравился или нет. Итак, у нас последняя посылочка. Вот такая маленькая. Она тоже пришла 19-го числа. И там вот только один пакетик был. И это у нас, как они называются? Братцы, не знаю. В общем, тоже заказывал в подарок. К сожалению, когда была на них распродажа 11-11-го, то были только белые. Вот так они выглядят. Сейчас попробую поближе. Вот они белые, типа под жемчуг. Вот. В принципе, очень качественные. Мне понравились. Но их здесь всего 25 штук. За ту цену, как бы, это, знаете ли, даже для Али дороговато. Но, в принципе, качеством я довольна. И они не для меня в подарок. Поэтому, кстати, написано. Сделано в Китае. Где же еще? И здесь написано 24 штуки. 6-ти миллиметровые. Нам не видно. Вот. Но здесь их 25, я считала. Вот. В принципе, ну что, хорошие. Ничего не могу сказать. Тоже, что... Хотела сказать, что в день распродажи были только вот такие беленькие. Там еще предлагались разноцветные, перламутровые. Но в день распродажи лот был закрыт. А после распродажи он открылся. Я хотела именно цветные. Ну, в принципе, и эти тоже хорошие. Вот. Вот такие у меня были приобретения. Которыми я, в принципе, осталась довольна. Вот. Тут даже ничего не могу сказать. Все 4 приобретения просто обалденные. И я всеми ими довольна. Так что даже нареканий нет. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальчики вверх или куда хотите. Обязательно оставляйте комментарии. Мне интересно ваше мнение почитать. И если вы уже заказали что-то подобное, напишите, как вам понравилось или нет. И подписывайтесь. И до новых видео. Пока-пока. 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 Пока-пока.